Вести Карачаева, Черкесия В парке культуры и отдыха Зеленого острова Черкеска началась масштабная очистка большого и малого прудов. В картиной галереи музея-заповедника имени Марии Байчорова проходят сразу две выставки. И в Карачаевске проходит открытое первенство Карачаевского государственного университета по скалазанию на открытом рельефе. Далее подробно об этих и других темах. Глава Карачаев-Черкесия Рашид Тимрезов и заместитель министра энергетики России Евгений Горобчак обсудили вопросы развития электросетевой инфраструктуры республики. Евгений Петрович прибыл в Карачаев-Черкесию, чтобы провести заседание Федерального штаба правительства России по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Северокавказского федерального округа к прохождению отопительного сезона. Как подчеркнул руководитель региона, энергетические компании хорошо включены в повестку о развитии республики. Помимо планомерной работы по подготовке к отопительному сезону, компания Россети ведет активную инвестиционную деятельность по усилению энергетическими мощностями перспективных территорий, в частности наших курортов, заполняемость которых с каждым годом растет. Евгений Горобчак отметил, что подготовка субъектов Северокавказского федерального округа к осенне-зимнему периоду находится на особом контроле и призвал ускорить в регионах работу по передаче бесхозяйных сетевых объектов на баланс энергокомпаний и реализовывать максимально продуманную политику повышения надежности электроснабжения и повышать платежную дисциплину. Северный Кавказ это достаточно непростой регион и подготовка к зиме с учетом большого объема населения, сложных погодных условий, она всегда на особом контроле Министерства энергетики Российской Федерации, Минстроя, Ростехнодзора. Сегодня достаточно откровенно поговорили о всех проблемах, которые есть на Северном Кавказе и наметили пути решения тех застарелых вопросов с недофинансированием, инвестицией в распределительный сетевой комплекс, со сборами, с платежами, с консолидацией территориально-сетевых организаций, с работой с бесхозяйным имуществом. И надеюсь, вот те решения, которые сегодня были приняты, они, конечно же, улучшат состояние как электросетевого хозяйства, так и энергетики в целом и позволят более качественно оказывать услуги, в первую очередь, для населения ресурсоснабжающим организациям. И в продолжение этой же темы, в свою очередь, председатель правительства Карачао-Черкеси Мурат Аргунов доложил, что на сегодняшний день общий уровень готовности жилищно-коммунального комплекса региона к работе в осенне-зимний период составляет 96%. Основная задача на сегодняшний день – это подготовка энергетического комплекса, коммунального комплекса к прохождению осенне-зимнего периода. Я, вот, Илья Петрович, благодарен, что особое внимание Мелинетов и нашего региона, и в целом Северному Кавказу. Хочу сказать, что достаточно активными темпами у нас идет подготовка с опережением плана, установленных согласно постановлению правительства региона. На сегодняшний день готовность субъекта составляет 96%. Я думаю, до 1 октября она составит 100%. Вот я примеры приведу. Из 242 котиров на сегодняшний день 236 котиров. У нас готовы. И такие объемы мы в ближайшее время доведем. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в работе стратегической сессии в инновационном центре Сколково, которую провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. Обсуждались стратегические задачи, стоящие перед страной в сфере строительства, ход реализации приоритетных национальных проектов, связанных со строительством, а также механизмы комплексного развития территории. Была также представлена стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Она формировалась в том числе и на основе предложений регионов. А на составшейся встрече главы региона Рашида Тимрезова с министром внутренних дел республики Олегом Мальцевым обсуждены вопросы, касающиеся сферы профилактики преступности и обеспечения безопасности граждан региона. Руководитель республики поблагодарил сотрудников всех подразделений МВД по Карачаево-Чекесе за обеспечение общественной безопасности в дни проведения массовых мероприятий, приуроченных к столетию региона. По словам Тимрезова, со стороны органов государственной власти, местного самоуправления и сотрудников министерства было обеспечено качественное взаимодействие, слаженная и организованная работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории республики. Праздничные мероприятия смогли посетить десятки тысяч жителей и гостей республиканской столицы, и в дни празднования не было зафиксировано ни одного нарушения общественного порядка. На территории парка культуры и отдыха Зеленый остров Черкеска начались подготовительные работы перед домаштабной очисткой большого и малого прудов. Работы будут проходить в несколько этапов. Прежде всего, это спуск воды, который уже начался вчера. Затем предстоит очистка водоемов от иловых отложений и накопившегося мусора. После этого пруд снова будет наполнен водой. Работы завершатся его зарыблением по всем правилам и требованиям. В ауле Каменомост продолжаются ремонтные работы на мосту через реку Кубань, который был разрушен напором стихии в прошлом году. Сейчас на объекте уложены железобетонные балки. Строители выполняют все запланированные работы в соответствии с графиком, чтобы своевременно открыть движение по новому мосту. Рассказывает главный инженер управления Карачаево-Чекеска Автодор Моэд Хутов. Единственный вариант, который подходил сюда, это увеличить пролет. Здесь было 14 метров, теперь 28 метров ширина пролетного строения. Мы зашли на массивные части скальных пород, потому что в данном регионе, где мы находимся, здесь у нас андезитовые породы. С ними проблема в том, что буронабивные сваи здесь очень опасно делают. Мы можем расшатать скальную породу, которая может привести к тому, что она может обвалиться. Мост после того, как будет закончен, он будет соответствовать всем современным нормативным нагрузкам и будет выдерживать нагрузку в 100 тонн. Однозначно будет выдерживать все те нагрузки, которые здесь могут передвигаться. Те же синовозы, те же строительная техника, которая через него передвигается. В Карачаево-Черкесии 14 участников преступного сообщества подозреваются в мошенничестве со средствами материнского капитала, рассказывает начальник пресс-службы МВД по республике Евгения Узденова. Преступная организация действовала на территории республики с 2015 года. В соответствии с отведенной ролью, каждый из сообщников участвовал в систематических хищениях денежных средств у владельцев государственных сертификатов на материнский капитал. Свою противоправную деятельность они вели от имени кредитного потребительского кооператива. Предварительно установлено, что злоумышленники заключали с женщинами фиктивные сделки, связанные с приобретением жилья и получением суд. Затем в территориальные подразделения пенсионного фонда направлялись необходимые документы для получения социальных выплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов оставались без жилья. На сегодняшний день установлено, что от действий фигурантов пострадало более 30 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 миллионов рублей. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 14 фигурантов избраны меры пресечения. Заключение под стражу, домашний арест, запрет определенных действий. Суд в Карачаево-Чиесе приговорил к шести годам условно главу крестьянско-фермерского хозяйства по делу о крупном мошенничестве с бюджетными субсидиями. По данным следствия, руководитель фермерского хозяйства предоставил в региональный минсельхоз фиктивные документы, якобы подтверждающие, что хозяйство занимается разведением сельскохозяйственных животных. На основании этих документов он получил субсидии, предназначавшиеся для возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей. Общая сумма незаконно полученных выплат составила около 7 миллионов рублей. Житель аула Каменомост Карачаевского района в сети интернет заказал обрезанные доски на 80 тысяч рублей и стал жертвой мошенников. 55-летний мужчина рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже обрезанной доски. Мужчина созвонился по номеру, указанному в объявлении, и договорился о поставке товара. Заключив договор, мужчина через мобильное приложение банка отправил 80 тысяч рублей на указанный счет. ЛЖПРОДОВЕЦ пообещал осуществить доставку в течение трех дней, однако заказ так и не пришел, а абонентский номер поставщика вне зоны действия сети. МВД по Карачаево-Черкесии обращается к жителям республики быть более бдительными. В любой ситуации необходимо проверять добропорядочность лица, выложившего объявление о продаже, убедиться в благонадежности сайта или иного интернета-ресурса, прежде чем рисковать своими деньгами и отдавать их незнакомым людям. В эти дни в картинной галерее Музея-Заповедника имени Марии Байчоровой в Черкесске проходят сразу две выставки художников в объективе Карачаева-Черкесия и Карачаева-Черкесия в творческом наследии художника Павла Гречишкина, приуроченный к вековому юбилею региона. Так, на выставке в объективе Карачаева-Черкесия посетители смогут увидеть характерные типажи, жители различных населенных пунктов, бытовые и производственные сцены, образцы хозяйственного инвентаря и техники, другие стороны жизни республики. А на второй выставке Карачаева-Черкесия в творческом наследии художника Гречишкина представлены репродукции ста оригинальных картин и этюдов заповедных мест нашей республики кисти Павла Моисеевича из фондов Ставропольского государственного музея-заповедника. Экспозиция передана в дар Карачаева-Черкесии от Ставропольского края в честь празднования 100-летнего юбилея республики. Выставки продлятся до 26 сентября. В Архизии подвели итоги восьмого этапа чемпионата России по велоспорту. Самыми быстрыми среди мужчин стали Никита Мартынов из Московской области, Кирилл Миллер Тюминской области и Владимир Гороховик, представляющий велоклуб Минска. Среди юниоров первыми финишировали Савелий Лаптев из Казахстана, Лев Емельянов из Свердловской области, Никита Цветков – спортсмен из Москвы. Кроме того, президент Федерации велоспорта Карачаева-Черкесии Азамат Кубанов вручил желтую майку лидера Артему Ныч. Напомним, маршрут многодневной гонки проложен по территории четырех регионов Северокавказского федерального округа. Общая протяженность этапа в 910 километров. В частности, в Карачаево-Черкесии прошли седьмой и восьмой этапы чемпионата. Спортсмены соревновались на маршрутах Черкесск-Домбай и Домбай-Архыс. Ну и последняя информация. В Карачаевске проходит открытое первенство Карачаево-Черкесского государственного университета по скалолазанию на открытом рельефе. Более трех десятков участников, среди которых и парни, и девушки, должны будут преодолеть две трассы на сложность и скорость высотой около 15 метров. А это примерно четыре этажа. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду, а в горах порывы до 14 метров. Температура воздуха от 27 до 32 градусов тепла, а в горах местами плюс 18-23. В Черкесске слабый дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 31. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8-878-2-26-36-32.